Вы нам несите черный, ну и красный для разнообразия. Тогда будьте добрыми еще келячьих счетчиков. Вот это по-догучайски записано. Будет приятного обуви. Легко любить, когда все хорошо. Когда дом, семья, есть деньги, есть еда, есть здоровые дети. Все прекрасно. Вот когда трудности начинаются, когда приходится выживать. Сколько дадите Илья Петрович, если я лягусь с вами в кровати? Докучаев обжигается супом. Тысяча за 15 долларов я бы вам, Докучаев, пожалуй бы отдалась. Хорошо? Безусловно, роман о любви. Как люди подвергают ее всяческим испытаниям. И что с ней происходит. В какой момент она уже настолько уродуется, что она уже перестала... Это уже не любовь, это что-то другое. Куда? Куда? Докучаеву! А вообще любили ли эти люди друг друга? А что это такое? Почему так вышло? Я видела месяц назад льва в Зверинце. Вы несколько отключаетесь. Дай против Докучаева показания. Я устраню. Это роман о том, как людей время ломает. Давайте составим с вами график. Кто с вами константинный в понедельник, во вторник, ну и так далее. Вы понимаете? Вторник, четверг и суббота ваши. А среда пятницы и воскресенье мои. У меня воскресенье тоска. Мне бы хотелось, чтобы зритель остался с этим вопросом. Они хорошие люди или нет? То, как они себя ведут, их пожалеть надо или осудить? Ровно через неделю до этом самом месте откроется новый мясокомбинат «Советский мясоед». «Советский мясоед». Самое свежее советское мясо. Это серьезный роман. Про него Бродский говорил, что это вообще величайшее произведение 20 века в русской литературе. Счастливо оставаться.